Почему Бог решил прощать человека? И как моя душа может благословлять Господа? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Мы продолжаем серию выпусков по теме обетования и исцеления. И сегодня нас ожидает 102-й псалом, первые пять стихов. Поэтому берите в свои Библии блокноты и ручки и добро пожаловать! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И напомним, целью этих подкастов является помочь каждому из вас вести ваши личные размышления над истинами о воле Божьей в отношении исцеления. Помочь вам в тех или иных местах Писания увидеть вашу личную сопричастность. Вы лично можете претендовать на получение от Бога исцеления. И таким образом помочь каждому из нас утвердиться в вере о том, что желание Бога исцелять нас. Чтобы что? Чтобы в результате нам легко было всякий раз принимать от Бога служение исцеления и восстановление нашего тела. Аминь! Аминь! И перед началом давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, благость и милость, которую Ты явил к нам во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за это время и за Твое служение, Святой Дух, что Ты открываешь нам Писание. Мы принимаем, да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце, да будет разуметь и принимать в радости и с благодарением во имя Иисуса. Аминь! Аминь! Итак, открываем 102-й псалом с 1-го стиха. Псалом Давида. Благослови душа моя Господа и вся внутренность святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Итак, давайте прежде всего постараемся увидеть в этих стихах обетование воли Божьей в отношении исцеления. Есть ли здесь что-нибудь об исцелении нашего тела? И думаю, что с 3-го по 5-й стихи мы можем смело все эти истины отнести к теме исцеления. Он прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои. Однозначно, очевидно и явно указание на исцеление Божьего народа от чего? От Его недугов. Следующее. Избавляет от могилы жизнь Твою, венчая Тебя милостью и щедротами. Фраза «избавляет от могилы жизнь Твою». Эту фразу мы также можем отнести к теме исцеления. Почему? Да потому что любая болезнь в ее развитии имеет цель привести человека куда? К могиле. А здесь у нас есть обетование. Бог избавляет от могилы жизнь нашу. Можем ли мы взять и этот 4-й стих как обетование воли Божьей об исцелении? Также можем. Пятый стих «насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя». Ну а пятый стих мы с вами также можем отнести к категории «долготою дней жизни насыщу тебя». Помните, в прошлых выпусках мы касались уже несколько раз этих обетований. Здесь же Давид сравнивает «обновляется подобно орлу юность Твоя». Можете ли вы взять это в отношении обновления вашего тела? Ответ, конечно же, да. Есть период в жизни орлов, старых орлов. У них внутри начинает включаться какой-то интересный процесс обновления. И за определенное время обновляются их перья, обновляются их мышцы, обновляются какие-то их ткани. И они снова начинают парить, как молодые орлы. И эту мысль Давид и передает в пятом стихе в отношении обновления юности. И смотри, как Давид начинает этот псалом. Он его начинает с обращения к своей собственной душе. Он говорит «благослови душа моя Господа». Он не просто к чьей-то другой душе обращается. Он обращается к своей собственной душе. И это уже хороший, важный пункт, друзья, что нам важно научиться разговаривать с нашей душой. Чтобы не она главенствовала, задавая тонны настроения всей нашей жизни. Нет. Друзья, напомню, что мы с вами рожденный свыше дух. У нас есть душа, и мы живем с вами в теле. Поэтому это не душа, это не наше тело должны задавать настроение каждого дня нашей жизни на этой земле. Нет. Это мы с вами, как рожденный свыше дух, имеем способность разговаривать со своей душой и разговаривать со своим телом. Более того, скажем так, давать ей конкретные указания, давать направления, как сейчас это делает Давид. Он обращается к своей душе. И он говорит «душа, давай-ка мы сейчас с тобой займемся тем, чтобы благословлять Господа». Как моя душа может благословлять Господа и вспоминать все благодеяния Его? Когда каждая часть моей души участвует в этом процессе. Давайте быстренько вспомним анатомию нашей души. Из чего состоит наша душа? Она состоит из интеллекта, воображения, память, чувства или эмоций, да, и воля. А теперь возьмите каждую эту составную и начинайте этот процесс погружения каждой составной в процесс благодарности. И мы с вами имеем эту власть над тем, что будет, например, вспоминать наша память. Она будет вспоминать негативный какой-то опыт, моменты поражения, моменты разочарования. Или все-таки мы говорим «нет, память, ты будешь обращаться к тому, что Иисус уже сделал на Голгофе». Давай будем вспоминать это. Давай будем вспоминать то хорошее, что Бог уже сделал. Воображение. Ты не будешь воображать картинки страха, картинки возможного поражения. Нет. Давай будем благодарить за то, что нам уже подарено благодаря Иисусу. И вы делаете этот процесс с каждой составной души. И когда этот процесс происходит, скажем так, надлежащим образом, и вы погружаете всю свою душу в процесс благодарности, друзья, вот именно это будет обязательно помогать нашей с вами душе ходить в состояние здоровой радости, здоровой победы, свободы, мира и покоя. И для того, чтобы наша душа могла на самом деле восхищаться Богом, благословлять имя Господа, у нее-то должны быть для этого какие-то причины, да, должен быть какой-то повод. Так вот, если мы сейчас опустимся и возьмем следующие три стиха, то давайте мы попробуем, рассматривая эти истины, увидеть, будет ли ваша душа впечатлена тем, как ведет себя Бог, что Бог принял решение делать в отношении нас. Давайте начнем с третьего стиха. Он говорит, Бог прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. Остановитесь и только подумайте над этой истиной. Он прощает все беззакония твои. Вы скажете, как такое может быть? Неужели Бог прощает мне все мои беззакония? Как? Я всегда больше склонялся к тому, что Он справедливый судья. Он, как правило, должен воздавать. Ну, кому хорошее за хорошее, кому плохим за плохое. А здесь вдруг какой-то странный парадокс. Он прощает все беззакония твои. И когда мы смотрим на эти слова, Он прощает беззакония наши, то в отношении прощения нам свойственно так же всегда привязываться к причине. Если кто-то против вас согрешил, и вас затем просят простить, то вам же нужна какая-то причина. Почему я должен его прощать? Должен быть какой-то аргумент, что он пришел и извинился, он исправился, или он расплатился за то, в чем он меня уменьшил, или чем он меня огорчил. То есть должна быть какая-то причина, какой-то повод, почему я, как обиженная сторона, дам своему обидчику прощение. Но когда мы смотрим на Бога, то первое, что нас должно впечатлять в Нем, это Его решение прощать нам грехи наши, которые Он принял еще прежде создания мира. Учитывая то, что мы с вами будем иметь такую возможность нарушить, выйти из Его воли, приступить Его волю. И Он еще тогда, когда мы ничего не сделали, принял решение. Я буду прощать их, и причиной моего прощения будет заместительная жертва святого и непорочного Агнца, моего сына. Как говорит Писание, Бог предназначил Агнца еще прежде создания мира. А Исаия в 43-й главе скажет потрясающие слова с 24-го стиха. Смотрите, Господь обращается к своему народу и говорит, «Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, туком жертвы их ты не насыщал меня». Повторюсь, это обращение к Израилю, который должен был это делать со своей стороны, но они этого не делали, не служили Господу, не поклонялись Ему, не приносили Ему чистые жертвы всесожжения. А что они делали? «Но ты грехами Твоими затруднял меня, беззакониями Твоими отягощал меня». В 24-м стихе вот мы видим описание, как вели себя по отношению к Богу люди, с которыми Он вступил в завет. Грехами своими они затрудняли Господа и беззакониями своими, что? Отягощали Его. Но 25-й стих, посмотрите. «Я» – Бог говорит о себе, «но Я Сам изглаживаю преступления Твои ради Себя Самого, и грехов Твоих и беззаконий не помяну. Припомни Мне, станем судиться, говори Ты, чтобы оправдаться». Вы только посмотрите на вот это указание. Бог Сам говорит о себе. «Я хочу, чтобы вы знали, Я принимаю решение, несмотря на ваши грехи, это Я ради Себя Самого принял решение изглаживать ваши грехи и не вспоминать их вам». Кто-то скажет, «Ну, при чем здесь тема о прощении? Мы же об исцелении здесь говорим». А это как раз напрямую взаимосвязано. Потому что, если вы не можете осмелиться поверить в Божье отношение к вам, которое исполнено уже при начале, желание вас миловать, прощать и восстанавливать ваши немощные, больные тела или пораженное, сокрушенное сердце, Бог говорит, «Я уже Сам ради Себя занимаю позицию простить вас». И в Новом Завете это свершилось. Через Иисуса Бог даровал прощение всему миру. Это даровано. И повторюсь, Бог это сделал не из-за того, что мы все исправились, или не потому, что мы попросили Его, упросили Его, умолили Его, исповедали все свои грехи. Нет, это Он прежде всего простил нас. А уже, когда мы это слышим, когда мы в это веруем, исповедуем своими устами, каемся в своих грехах, это уже часть нашего принятия Его прощения. Но Он первый. Он первый решил простить нас. Зачем? Чтобы затем мы могли приходить к Его милости. И тут возникает следующий вопрос. А какие именно беззакония Бог прощает? Или, может быть, сколько Он их прощает? И вот здесь, друзья, подчеркните слово «все». «Все» — это значит «все». Это значит «нет ни одного беззакония, которое бы Бог не простил нам благодаря Иисусу». Это важно. Это важно сейчас не для того, чтобы вы говорили об этом другим, а для того, чтобы вы, в первую очередь, приняли это в отношении самих себя. Примите эту истину в свою жизнь и в свое сердце. Нет ни одной ошибки, нет никакого промаха, нет никакого греха, нет никакой глупости, нет никакого неправильного решения, которое бы Бог мне не простил. Он простил мне все абсолютно. Почему это важно? Потому что дальше в третьем стихе, смотрите, написано «Он прощает все беззакония твои». И что делает? Исцеляет какие недуги? Исцеляет все недуги. То есть, понимаете, нет такого недуга, который бы Бог не усмотрел на Голгофском кресте. То есть нет такой болезни, немощи, инфекции, дисфункции в организме, которую бы Бог не исцелил уже. То есть нам подарено полноценное здоровье и полноценное исцеление. Что здесь для нас ценно? Прежде всего, для нас должен быть драгоценен образ Бога. Просто поменяйте образ Бога. Если он у вас утвержден, как только образ справедливого, требующего и ведущего себя с вами по справедливости, то так вам сложно будет принимать от Бога что-либо по милости. Вам всегда нужно будет все вначале сделать правильно, а потом идти и пытаться у него что-то получать. Но вот как раз понимание Божьей милости, которая идет прежде, чем вы хоть что-либо сделали правильное. Его милость, она первична. Не могу не вспомнить четвертая глава римлянам, но здесь так ярко Павел пытается донести эту же мысль с третьего стиха. Он говорит, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. Сейчас он говорит о теме праведности. Но дальше делает следующее утверждение. Воздаяние делающему, делающему все правильно, вменяется не по милости, а по долгу, по справедливости. Он все сделал правильно, хорошо, ему нужно воздать. Пятый стих. А не делающему, вы только посмотрите, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Не спешите, остановитесь. Это записано в вашей Библии. Читайте пятый стих. А не делающему все правильно. А тому, кто не сделал все то, как нужно было сделать, Павел говорит, но тот, который поверил, верит в Бога, который желает дать оправдание, внимание, кому? нечестивому. Такому человеку, который осмелится поверить в позицию Бога, который желает оправдывать нечестивого. Вера такому человеку вменится ему в праведность. Посмотрите, что идет первичнее. Бог, который желает оправдывать нечестивого, давать милость, или человек, который все сделал правильно и теперь идет к Богу, чтобы что-то получить от Бога. Нет, вы же видите, здесь человек, который ничего еще правильного не сделал, но верит, что та сторона способна его принять и дать ему милость. И он говорит, вера такого человека вменится со стороны Бога ему в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. То есть задайтесь только вопросом, такое возможно, чтобы Бог простил и вменил мне в праведность в то время, когда я еще не безупречен, я еще не совершенно действую, я не поступаю безупречно в своей повседневной жизни. Может ли быть такое, что Бог может засчитать меня праведным, а я со своей стороны могу приходить к нему, просто веря, что он меня принимает, дает мне прощение и хочет исцелять все недуги мои. Соедините все эти стихи. Если вы их соединяете, рассматриваете, естественная реакция, которая должна вас наполнять, это благослови душа моя Господа. Мне хочется восхищаться и благодарить за то, что у нас такой Бог. А если он у вас до этого был каким-то другим, исправьте его. Он Бог, который желает миловать, прощать и принимать вас, безусловно, через заместительную жертву его сына. И снова-таки напомним, друзья, что у нас нет цели просто получить новые знания. Суть в том, чтобы мы с вами размышляли и погружались в эту истину настолько, чтобы мы начали это практиковать. Потому что многие из вас, возможно, вы уже слышали это местописание. И вы уже знаете, что Бог прощает все беззакония, исцеляет все недуги. Но вы продолжаете жить с чувством вины и осуждения за какую-то ошибку, неправильное решение, неправильный выбор, который вы сделали нацать лет тому назад. И который сейчас до сих пор имеет последствия в вашем теле или в теле вашего ребенка. И вы до сих пор живете с этим чувством вины, что это из-за вас эта проблема. Это же вы приняли неправильное решение. Это же вы неправильно поступили. И вот сейчас это последствия. И пораженный лживый дьявол до сих пор пользуется этой лазейкой, чтобы приносить снова и снова какую-то болезнь или какую-то немощь. Только потому, что эта форточка до сих пор открыта в вашем окне. Потому, что вы не закрыли этот вопрос. Вы не приняли это полноценное, безусловное прощение Бога в отношении лично вас. Я не говорю сейчас о том, чтобы мы проповедовали это кому-то другому. Мы говорим о том, чтобы мы с вами научились это проповедовать самим себе. И делали это настолько долго, качественно и эффективно, чтобы мы с вами в конце концов поверили в это. Поверили и начали применять. Поверили и осмелились начинать это практиковать. Осмелились утверждать, что Бог просил все мои грехи. Чтобы вы закрыли рот всякому осуждению, всякому чувству вины, которое столько лет глаголит внутри вас, обкрадывая вас в исцелении, дарованного вам Иисусом. Только когда вы начнете применять это в отношении лично самих себя. Практиковать эту истину, утверждать это. И мы не говорим о том, чтобы вы сейчас это делали при всех. Нет. Идите в тайную комнату, начните это делать между вами и Богом. Но начните это практиковать. Начните размышлять и читать эти стихи снова и снова. Снова и снова погружая их в свои глаза. Произнося их вслух, чтобы ваши уши это слышали. Опуская их внутрь вашего сердца. И утверждаясь в этой истине. И утвердите, зацементируйте для себя, что Бог решил прощать вас не из-за вас, а ради себя самого. Причина его прощения и желание вас миловать – это он. Это его решение. Это его позиция любви. И вторая причина – это его сын. Понимаете? Вы объект получающий. А причина – это Бог. Он решил вас любить. Он решил вас прощать. Он решил вас помиловать. Его решение. Но дьявол же, как правило, играет на том, что вы все неправильно сделали. Вы согрешили. Вы недостойны. Но вот уже четвертый подкаст. Мы с вами обращаем внимание, что исцеление как раз и было задумано Богом, как служение тем, которые уклоняются от его совершенной воли. Исцеление Бог задумал как раз давать своему народу именно тогда, когда они уклоняются, не исполняют его слово, идут вопреки его воле, терпят поражение в той или иной сфере. Но он говорит – возвратитесь, я вылечу вас. Вернитесь назад в мою волю. Здесь перед нами дублируется та же самая мысль. Он говорит – я прощаю все беззакония твои и хочу исцелить все недуги твои. Кого Бог хочет исцелять? Да те, которые в беззаконие ушли. Не праведников, которые все безупречно всегда делали ни в чем, не нарушили и не приступили никаких повелений. Нет, я хочу простить все беззакония твои и я хочу исцелить все недуги твои. Я хочу избавить жизнь твою от могилы. А я задам вопрос – а кто сейчас рулит в сторону могилы? Тот, который все делает безупречно и праведно, идя в согласии с волей Божьей, он не идет в сторону могилы. Такой человек идет по пути жизни. В сторону могилы идет тот же самый грешник, который все делает неправильно. Бог говорит – я хочу избавить тебя от могилы. И я хочу изливать, венчать тебя милостью и щедротами. Я хочу насыщать, кормить тебя добрыми даяниями. Я хочу насыщать благами желание твое и обновлять, подобно орлу, юность твою. Ну как после этого не восхищаться Господом, не восхищаться Его сердцем и Его отношением к нам? Посмотрите, только в этих трех стихах мы рассмотрели такие качества и характеристики Бога, как желающий прощать, миловать, избавлять, исцелять, насыщать благами и обновлять нашу юность. Что нам с этим делать? Нам нужно делать то, что Давид говорит в первых двух стихах. Благо слави душа моя Господа, благодари Господа за это. Вот почему нам важно обновлять наш ум, обновлять пятерку нашей души в отношении того, какой Бог, каково Божье отношение к вам, каково Божье сердце в отношении вас лично. Насколько вы способны брать эти истины, брать эти стихи и применять их к себе и говорить, это обо мне. Это в отношении меня Бог принял решение простить мне все мои беззакония. Это в отношении меня Он хочет исцелить все недуги мои. Это в отношении меня Он хочет избавить от могилы, венчать меня милостями и щедротами. Он хочет насыщать благами желание мое и обновить мое тело, подобно орлу. Это в отношении меня Бог занимает такую позицию. Ваша пятерка души, ваша душа должна приходить в совершенное согласие с этими истинами. Приводите пятерку души в состояние торжества, благодарности, что ей хочется благословлять имя Господа от того, кто Он есть в истине. Аминь. Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И мы продолжаем с вами размышлять над этими откровениями, общаемся вокруг Слова Божьего и совершаем молитву веры. Так что всем добро пожаловать, рады будем видеть вас на этих эфирах. И в завершении давайте построим нашу молитву на основании тех стихов, к которым мы обращались. «Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты принял решение прощать нас ради Себя Самого. И грехов наших и беззаконий Ты пообещал не вспоминать нам. Мы верим, что Ты простил нам все беззакония наши, и Ты исцелил нас от всех недуг наших. Ты всегда желающий избавлять нас от могилы, венчать нас милостью и щедротами. Ты желаешь насыщать благами наши желания и обновлять подобно орлу юность нашу. Мы верим в это, и мы открываем себя для принятия во имя Иисуса. Аминь». Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем благословений. Субтитры подогнал «Симон»!